Заметки электрика Заметки электрика Заметки электрика Я был удивлен это услышать и акцентировал на нем особое внимание То есть вот я снял с него верхнюю крышку И вот как видите здесь действительно УЗО действительно является электронным Здесь установлена маленькая катушечка Здесь у нас стоит плата Видимо с усилителем но как это получилось в общем смотрите у него на схеме здесь вот которая указана на корпусе нарисована очень интересная и тем не менее запутывающая схема изображено два полюса нулевой и фазный также стоит дифференциальный трансформатор и с него уходит как бы вывод на исполнительный механизм и складывается такое ощущение что это обычное электромеханического узла то есть для сравнения да возьмем наш газ 1 полюс 2 полюс тут подключена у нас кнопочка здесь стоит дифференциальный трансформатор и уходит уже с дифференциального трансформатор уходит на такой исполнительный механизм так сказать который связан с рассыпителем воздействует вернее на рассыпитель нашего устройства и здесь же у шнайдера выполнена нарисована точно также точно также даже еще кнопки теста нет но если приглядеться более внимательнее здесь вот в этом вот квадратике есть такая черточка и нарисован треугольник а треугольник это скорее всего является символом усилителя сигнала а значит можно сделать вывод о том что данное устройство или является электронным вот например у нас есть дифф автомат вот у нас два полюса фазный и нулевой здесь у нас подключена фаза кнопка добавочное сопротивление но резистор и на ноль и еще берется с фазы из нуля питание для усилителя он обозначен вот буковкой а и находится в таком треугольничке а уже с усилителя идет сигнал на исполнительный механизм на ну то есть там катушка которая связана которая и воздействует на рассыпитель данного устройства то есть вот это обычно применяется вот такая вот стандартная схема стандартное изображение по которым можно легко определить является ли данное устройство данного узо электронным или электромеханическим в данном случае не узо а дифф автомат я если честно сам несколько удивлен как бы я проверял и все по схеме просматривал все узо и от сам напоролся на то что не увидел и не смог различить по схеме электронная она является или электромеханическое еще раз большое спасибо что подсказали мне в комментариях но на этом мы не ограничиваемся у нас еще устройство и лд которая до участвует тоже от шнайдера имеет точно точно такую же схему изображенную на корпусе и она также является электронным кстати пока вот у меня изи 9 узор разобрана хотел бы вам показать как замыкаются в нем контакты в очень интересная ситуация видите контакты внизу подходят и вот почему-то у меня возникает вопрос а почему у нас они замыкаются разновременно это сделано специально или не специально то есть начале мы замыкается полюс n а потом уже подтягивается фазный полюс если кто знает кто в курсе будьте добры поясните ну насколько я понимаю все таки замыкаться контакты должны одновременно так ну сначала пару слов о требованиях требования к максимальному времени отключения узо или диф автоматов указаны в гости 51 326 там есть таблица 1 где указано что при однократном токе время срабатывания не должно превышать 0 3 секунды при двукратном токе 0 15 секунд и при пятикратном токе 4 сотых секунды вот мы и проверим нашу узо на соответствие перечисленного выше требования и так поехали первое наш экземпляр первое наше узо это vd 163 отказ ну а испытание как и в прошлый раз я буду проводить с помощью многофункционального прибора gsk 60 от компании hd я уже рассказывал что данный прибор является многофункциональным и вкратце рассказывал про его функции можете посмотреть первую часть так в общем что здесь здесь опять таки мы проверяем нашу полярность как видите между l и n напряжение 235 вольт между л и п е 235 вольт между n и п е 0 вольт то есть полярность у нас правильная дальше мы выставляем необходимые параметры это у нас синусоидальный тип а с вот это у нас стандартное узо и уставка у нас 30 миллиампер так здесь все готово что у нас по времени здесь я столкнулся опять таки с новинкой ранее я такого не видел в общем смотрите с помощью этой функции данный прибор будет производить измерение время срабатывания узло при 50 процентах то на 2 только уставки однократным током уставки и пятикратным током уставки причем с разной полярностью причем очень интересно то что мне в принципе вообще ничего не нужно будет делать прибор сам будет проводить все необходимые измерения а мне нужно надо будет лишь своевременно включать рычажок узо но вы сейчас сами все это и посмотрите вот нажимаю старт вот у нас узо видите отключилась то есть при 30 миллиамперов узо отключилась за время 18 миллисекунд дальше прибор находится в режиме ожидания такие вот песочные часы и символизирует нам о том что требуется включить узо для продолжения испытаний что мы и делаем я включаю видите прибор автоматически проводит все дальнейшие измерения то есть сделал уже при 30 миллиамперов но при синусоиде от 180 градусов и дальше опять символизирует включите узо говорит дальше 16 пятикратный ток вот 16 миллисекунд опять 6 миллисекунд дальше проверяет при 05 в уставке не сработало не сработало ну и уже по как вы знаете из прошлого раза показывает нам зеленый значок лайк да как бы типа что все хорошо с этим узор все в порядке очень удобная функция раньше при проверке узо приходилось каждый предел выставлять в отдельности то есть нужно нам сделать однократным выставляем x10 градусов там нажимаем старт опять потом выбираем меню там переворачиваем синусоиду выбираем там пятикратный ток двукратный ток и так далее здесь же все просто необходимо своевременно включать рычажок узо как того просит наш прибор единственное что знаете почему-то странно я бы здесь в автомате убрал бы функцию x0 1 2 а добавил бы двухкратный ток потому что согласно госту у нас требование есть не только по однократному и пятикратному но и по двукратному току так ну и что принципе мы норму укладываемся смотрите 18 миллисекунд это у нас ноль целых восемнадцать тысячных секунды а норма у нас составляет 0 3 секунды здесь спокойно укладываемся ну и здесь соответ тем более до 8 миллисекунд при пятикратном токе у нас здесь получается 0 целых шестнадцать тысячных то есть это 0 0 16 до получается а норма у нас 004 то есть четыре сотых также укладываемся то есть смело можно сказать что узо ксвд 163 соответствует требованиям просто ну ради интереса можно проверить еще время срабатывания при двукратном токе 17 миллисекунд то есть смотрите при однократном у нас 18 при двукратном 17 при пятикратном 16 миллисекунд отлично так как данных здесь достаточно много то я здесь воспользуюсь функции записи то есть я создам сейчас какую-нибудь папочку оборудование назовем и здесь вот я создал папочку оборудование 001 и у меня под цифра 9 р сиди сохранился наш тест то есть нашего данные нашего узор нашего коза я здесь могут просмотреть вот они 18 16 86 миллисекунд но я это делаю с целью не то чтобы посмотреть здесь на приборе а чтобы потом выгрузить это все на ноутбук и создать уже готовый отчет чтобы вставить его в тот же видеоролик естественно что эти же данные мы можем использовать для оформления нашего протокола удивляюсь современным современному оборудованию как все удобно как все сделано для человека я наверное здесь отмечу то что я сейчас все узор буду проводить в режиме авто и измеряет двукратный топ наверное не будут вот как мне прибор измеряет однократный пятикратный топ вот по ним и будем проверять соответствие наших узор если будут какие-то вопросы если будут какие-то отклонения от нормы то я уже дополнительно буду проверять принудительно двукратным ток но пока в общем однократный и пятикратный ток итак следующее у нас узор оптидин дм 63 отказ оптима узор включена и мы начинаем испытание отключилась 29 миллисекунд 21 миллисекунда при пятикратном токе 8 миллисекунд и обратной полярности 18 миллисекунд отличный результат также его сохраняем нашу папочку чтобы потом объединить все результаты сейчас у нас на очереди vd 163 от их 22 миллисекунды 32 миллисекунды при пятикратном 18 миллисекунд 13 миллисекунд отлично сохраняем наши так тест номер один сейчас у нас декрафт узор 03 поехали отключился 8 миллисекунд 18 миллисекунд 6 миллисекунд 16 миллисекунд сейчас у нас идет нл 163 чинт поехали 16 миллисекунд 25 миллисекунд 45 миллисекунд это пятикратный идет 18 миллисекунд следующий у нас sd 226 джей хагер с его самым сложным включением так поехали 26 миллисекунд 36 миллисекунд 8 миллисекунд 15 миллисекунд в прошлый раз я говорил что учим то есть окошечко с индикацией и когда допустим его отключается по причине именно утечки то здесь тоже появляется красных флажок если допустим мы просто нормально включаем отключаем узел флажочек здесь белый и то же самое есть здесь и у хагера вот смотрите у нас включен включаем его по утечке то есть кнопка тесты здесь у нас видите желтая полоса полоска желтых короче если мы сейчас его нет просто так принудительно то у нас это кошечка ничем не закрашивается то есть тоже есть своего рода такая индикация так далее у нас и там h&c поехали 9 миллисекунд 9 миллисекунд как ровненько 7 миллисекунд 7 миллисекунд отлично кстати вообще и тонн хагер и егг включается тяжелее всех рычажки так следующий у нас ли grand rx 3 17 миллисекунд 6 миллисекунд 14 миллисекунд 4 миллисекунды дальше ли grand серии tx 3 28 миллисекунд 17 миллисекунд 5 миллисекунд 15 миллисекунд так ли grand серии tx 3 17 миллисекунд 7 миллисекунд 14 миллисекунд и 5 миллисекунд vd 63 шнайдер электрик 19 миллисекунд 9 миллисекунд 16 миллисекунд 6 миллисекунд ну а теперь сравним как поведут себя электронные узлы по сравнению с электромеханическими в общем на на очереди у нас шнайдер ези 9 35 миллисекунд 35 миллисекунд 17 миллисекунд 17 миллисекунд 25 миллисекунд ну а теперь у нас шнайдер электрик соотечественник предыдущему серии и лд поехали тоже электронная об 29 миллисекунд 18 миллисекунд 6 миллисекунд 16 миллисекунд вот все наши сохраненные файлы папочка оборудования 001 и мы начинали с 9 то есть 9 10 и пошло 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 сохранял я эти все файлы чтобы потом подключиться к компьютеру делается это с помощью специального кабеля который идет в комплекте ну это юсби это у нас микро юсби но сама связь осуществляется с помощью вот такого опта разъема подключаем наш кабель с одной стороны и потом уже коннектимся к прибору все готово сейчас я чуть ноутбуку и покажу как выглядят все эти результаты уже непосредственно в программе ну а дальше что я подключил юсби разъем ноутбук далее установил соответствующие драйверы установил дальнейшую программу топ view версия 2201 в данном случае так и здесь у нас что есть у нас здесь есть несколько вкладочек первое это анализ данных она вот в основном нужно при работе с прибором в качестве анализатора качества электроэнергии то есть здесь все записанные графики синусоиды и гармоники отклонения и все такое прочее здесь в этой программе можно по этой вкладочке можно проводить анализ нас здесь интересует сейчас связь пк прибор здесь у нас открывается опять это очередное окно и здесь ищем уже наши приведенные измерения вот они 13 измерений в папочке оборудование 0 0 1 прибор gsk 60 и нажимаем скачать файл скачан но я уже скачал его до заменить производится скачивание далее открывается у нас программа анализ параметров безопасности то есть вот есть минимальный отчет то есть сразу видим итоги нормальная нормально 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 то есть узор соответствует дальше можно посмотреть средний отчет время отключения вот каждого то есть вот помните казовский первый у нас уже было время отключения однократные при 0 градусов 18 миллисекунд проходит нормально дальше у нас однократная при 180 градусов 8 миллисекунд нормально включение время отключения при 5 кратном токе при 0 градусов 16 миллисекунд и время отключения при 5 кратном 180 градусов 6 миллисекунд здесь еще он дополнительно показывает чистоту сети и напряжение между фазой нулем и фазой и землей можем добавить еще кнопочку выполнен то есть здесь добавляется еще тип узо уставка узо форму тип узо ас и так сделано вот у нас по каждому нашему узо то есть видите все данные вот второму за третье и так далее все наши данные и так подытожим сегодняшние измерения все абсолютно все узо и электромеханические и электронные соответствуют требованиям госта по времени отключения но среди полученных значений есть и некоторые отличия если вам понравилось данное видео обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди много еще будет чего интересного в том числе по испытаниям этого ряда узо если у вас остались какие-то ко мне вопросы пожалуйста задавайте их в комментариях ну на этом пожалуй все всем спасибо за внимание с вами был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч